В Магыставской области на территории хвостохранилища Хошхарата начали посадку черного саксаула. На эти работы из местного бюджета выделили 125 миллионов тенге. По словам экспертов, деревья позволят остановить пыление. Вблизи токсичного озера находятся три населенных пункта. С наступлением теплых дней сельчане начинают жаловаться на неприятный запах, который источает мертвый водоем. Сейчас на территории хвостохранилища идут работы по утрамбовке песка. Об этапах рекультивации расскажет моя коллега Динара Нургалиева. Весенний ветер разносит по округе специфический запах хранилища урановых отходов. Вот уже несколько лет жители села Баскудык, которая расположена вблизи токсичного озера, жалуются на зловоние. В ветреную погоду мы чувствуем какой-то специфический запах. Стараемся окна не открывать. Это и вправду опасно. За детей переживаем. Это химическое озеро. Срочно нужны меры предпринимать. Родители говорят, чтобы мы туда не ходили. Иногда видим, как там коровы и лошади пасутся. Около полувека назад хвостохранилище Кушкарата было местом, куда складировали с трех промышленных заводов радиоактивные отходы. Их здесь захоронено более 100 миллионов тонн. Сейчас идет обеззараживание участка на площади больше 900 гектаров. Поверхность покрывают грунтом толщиной в 30 сантиметров. На это из госказны выделили 3 миллиарда тенге. Рекультивация хвостохранилища занялась полувладарская компания, выигравшая тендер. Сейчас камазами сюда приводят тонны песка. К работе привлекли и местных жителей. Также в этом году планируется посадка больше 100 тысяч саженцев сексалула. Периметр Мертвого озера обнесли забором, чтобы скот не забредал на территорию в поисках корма. Влияние радиоактивных отходов на почвенный растительный покров, оно нашло отражение в организме грызунов. Выявили мутации. В начале марта сотрудники ботанического сада здесь начали сажать черный сексалул. Это дерево местной флоры быстро приживается, выдерживает суровый магисталский климат и задерживает песок. По словам эколога Адельбека Кузыбакова, подобный метод широко используется за границей. По их задумке, за три года они должны засыпать грунтом вот эти оголившиеся пляжи и также создать зеленый пояс вокруг Кушкараты. То есть этого было бы достаточно, и так как оставшуюся водную гладь восполняли бы конвеляционные стоки от города Актау и Монолинского района. В течение трех лет фонд зеленого пояса пополнит еще 400 тысяч этих деревьев. Эксперты ожидают оздоровления экологического климата этой местности. По приглашению приехали сотрудники Национального ядерного центра из города Курчатова. Они провели обследование радиологическое по определению особо частных участков радиационных. И они выявили и предоставили нам справку, что действительно имеются там радиационные отходы. Согласно проекту оно должно быть как бы уменьшиться. Чтобы токсичная пыль не расходилась, по округе местные власти поддерживают зеркала жидкой фазы. Полигон с отходами наполняют сточными водами с канализационно-очистных сооружений. Динара Нургалиева, Саламат Бекпаев, Магисталская область, Хабар, 24.